МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЮЗ Всем привет! Мы снова вместе. Вместе, куда слетелись все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели. Точки зрения бывают разные, но ваше зрение направлено на Точку Ньюз. Меня зовут Слава Никитин. Начинаем. ТОЧКА Ньюз Наконец-то стало понятно, почему Дональд Трамп так активно борется с мексиканскими эмигрантами. Корень зла кроется, как всегда, в женщине. И не в какой-то там, а в сальме, хаек. История банальна. Нынешний президент США, а на тот момент просто бизнесмен, в свое время подкатывал к актрисе, не стесняясь ее бойфренда. Сальма оказалась женщиной порядочной и Трампу отказала. С бойфрендом, правда, потом все равно рассталась. Но, видимо, не очень ей понравился Дональд. Что неудивительно, не самый привлекательный мужчина. Кто же знал, а ведь могла бы стать первой леди США. И мексиканцы сейчас спокойно бы шастали через границу. Жаль, что никакая русская актриса не привлекла внимание Трампа. Глядишь, и у нас бы был безвизовый въезд в страну. Грез. Точка. Ньюс. Замуж ты собираешься? Совсем в девках засиделась. Родила бы уже для себя. Больше родственники Джессики Чейстон не будут доставать ее такими вопросами. Сорокалетняя американская актриса на днях вышла замуж. Джессика всегда неохотно делилась с поклонниками подробностями своей личной жизни. И те очень переживали. А что, если их кумир так и останется одиночкой? Благо, опасения не сбылись. На днях девушка вышла замуж за итальянского дизайнера, 34-летнего Джанлу Купасси, с которым встречалась несколько лет. Торжество прошло в родовом поместье жениха в Италии. И, судя по отзывам гостей, новоиспеченный муж и жена очень счастливы. И хотя в Голливуде не принято выходить замуж или жениться по одному разу, возможно, эта пара станет исключением. Все-таки молодость – штука скоротечная, а им еще многое надо успеть. Точка. Ньюс. В минувшую субботу гости дизайн завода «Флакон» могли подумать, что они злоупотребили социальными сетями, и у них случился массовый глюк. Вокруг материализовались все те, кого мы привыкли видеть в YouTube. Количество блогеров на один квадратный метр зашкаливало. Фестиваль блогеров «Хэштег» проходил с утра до позднего вечера. На площадку съехались самые топовые владельцы блогов, у которых, по идее, должно быть чему поучиться. Правда, Саша Спилберг стала звездой всех скандальных пабликов, потому что на своем мастер-классе она волновалась так сильно, что не смогла ответить ни на один интеллектуальный вопрос. Среди участников также были Амиран Сардаров, Олег Крикет, Василий Смольный. Эти люди вряд ли встречаются за чашечкой кофе. Уж очень большая конкуренция за лайки и просмотры. На них подписываются и лайкают миллионы. А как они сами относятся к тем, кто по ту сторону Ютуба? Лайкают ли случайных пользователей или хотя бы своих друзей? Да, бывает. Девушек с большими сиськами. Нет, только супер качественными. То есть от меня лайка не дождаться. Просто не дождаться. Да, вот когда в поиски захожу, иногда если что-то мне нравится, я лайкаю. И, в принципе, вообще... Всех я не лайкаю. Я лайкаю своих поклонников. А случайных пользователей заходите? Да, да. Которые просят, особенно в интернете, обязательно помогай и лайкаю всех. Похоже, эти ребята уже въехали в тему шоу-бизнеса. Потому что и этот фестиваль не обошелся без скандала. Когда кто-то из 10-ти миллионной армии фанатов Саши Спилберг высказал ей свое недовольство ее хамством, Саша ответила с использованием ненормативной лексики. Тогда вмешался отец Саши и еще ударил ее поклонника. Объяснив это тем, что обидчик показал девушке неприличный жест. Что случилось между фанатами Саши, непонятно. Но то, что эта девочка уже выросла, мы поняли по ее совсем не детскому поведению. Точка. Ньюс. Видимо, и среди звезд существует тотальная нехватка мужчин. Ведь Селена Гомес мертвой хваткой вцепилась в The Weeknd. Даже в тур его одного не отпускает. Певица решила приостановить свою карьеру и поехать в тур вместе с любимым. Близкие Гомес бьют панику. Как так? У девчонки же самый пик популярности. Но она никого не видит и не слышит. Видимо, наученная горьким опытом с бабником Бибером, нынешнего бойфренда она лишний раз погулять одного не отпустит. Как бы не сбежал парень. Кстати, прошлые отношения The Weeknd с моделью Беллой Хадид закончились как раз из-за того, что графики пары сильно расходились. Селена же решила не быть дурочкой и учиться на чужих ошибках. Точка. Ньюс. А вот девушка Николая Баскова, певица София, явно ведет себя наивно. Мало того, что везде отпускает завидного жениха одного, так еще и сама регулярно выходит в свет без бойфренда. На отгремевшей недавно Vegas City Hall при поддержке телеканала «Жара» премии Fashion People Awards Софи появилась одна. Но призналась нам, что ее мало интересует фэшн. Слышал бы это Басков, ей важно совсем другое. Для меня важна семья. Я такой человек, я, конечно, люблю все эти вещи. Вы уже пытались надавиться на Николая, может? Он, у него там такие свои какие-то есть причины. Он говорит, нет, я хочу сделать концерт, я хочу, чтобы мне было 40 лет. Я хочу после 40 лет только семью. Он к этому очень основательно подходит. Он долго об этом думает, планирует. Но я точно могу сказать, он хочет ребенка, он хочет семью. Но, так скажем, он проверяет человека. Николай и Софи встречаются уже больше трех лет. И, кажется, певец явно оттягивает важный момент. И кормит девушку сказочками о том, что свадьба не за горами. Если вы женитесь, кто будет вести вашу свадьбу? Вот ведь лучше, чем Николай, никто свадьбу не ведет. Ну, вот это будет, наверное, он позовет Киркорова или Галкина, не знаю. Ну, а пока наивная Софи раздумывает, кто будет вести их с Николаем свадьбу, мы предполагаем, что торжество может вообще никогда не случиться. Но только лишь потому, что найти банкетный зал для всех друзей Николая будет очень сложно. Шокирующее поражение на премии Муз-ТВ, штурмующий музыкальный олимп Ольги Бузовой, вот уже несколько дней обсуждается в шоу-бизнесе. Певица и ее поклонники были сильно разочарованы таким исходом событий. Максим Галкин не смог остаться в стороне и решил поддержать коллегу по цеху ироническим стихотворением. Популярный шоумен опубликовал в своем микроблоге видео, которое посвятил обиженной ведущей. Чтобы утешить Бузову, он зачитал отрывок из французского стихотворения, где сравнил ее с Альбатросом. Бузова взяла несколько дней паузы и, видимо, парочку уроков языка. Когда поклонники уже не рассчитывали на ее ответ, Ольга записала ответное видео. Не только на французском, но и на немецком языке. В своем видео девушка объяснила Максиму, что каждая потеря оставляет шрам, но делает ее сильнее. Думаешь, с кем тебе закрутить интрижку? С Орландо Блумом или с Джоном Мэйером? Не ломай голову, спроси Кэти Перри, кто из них лучше в постели. Во время эфира позднего шоу с Джеймсом Кордоном, ведущий поставил певицу в весьма неловкое положение. И заставил ее составить рейтинг бывших и их постельных заслуг. Конечно, на первом месте мы рассчитывали увидеть Блума, но нет. Золото досталось Джону Мэйеру, а серебро Блуму. А вот с бронзой грустит диджей Дипло. Кстати, триумфатор Джон сейчас пытается вернуть Перри, но даже его лидерство в любовных утехах не помогает. Певица обратно в объятия музыканта не торопится. Интересно было бы увидеть рейтинг, например, Джонни Деппа. Кто бы взял золото? Эмбер Хёрд, Вайнона Райдер, Ванесса Паради или Кейт Мосс? Чтобы эти звездные красотки уж совсем друг друга возненавидели. Точка Ньюс Как встречишь, так и проведешь. Если верить этой поговорке, то фестиваль «Жара» в Баку будет фантастически горячим. Потому что препати у него, несмотря на июньский холод, получилось огненным. На террасе ресторана «Шорхаус» дул легкий бриз с Москва-реки. А погодка была вполне осенней. Но гости этого не замечали. Они отмечали свое попадание в списки приглашенных на самый жаркий летний фестиваль «Жара» в Баку. Скажите правила поведения в Баку на жаре. Полная расслабуха. Все очень просто. Расслабуха. Расслабуха. Видите, сейчас так, как вам нравится, обычно будет. Сегодня было очень холодно, значит, в Баку будет очень жарко. Это уже абсолютно 100%. Сегодня было запланировано у Лепса две песни, спел семь. Значит, Лепс будет рвать и в Баку тоже. Мои дорогие, хочу, чтобы вы сразу все расслабились. Несмотря на погоду и на какие, может быть, какие-то мелкие шероховатся, если вдруг они не случатся. Вообще не надо верить в никакие приметы. Фестиваль пройдет замечательно. Я пропустила, но я наслаждалась и немножко завидовала, не разглядывая фотографии в Инстаграм с фестиваля. В этом году я обязательно буду и в двух днях я принимаю активное участие. Фестиваль «Жара» всегда собирает самых классных людей, артистов и самых позитивных, самых теплых. Это будут самые крутые четыре дня в жизни любого человека, кто приедет на этот праздник. Потому что и артисты, и публика. Мы все эти дни и ночи зажигаем напролет. В прошлом году двух дней в Баку нашим звездам не хватило. Эмин лично разгонял всех спать утром после автопати. Поэтому на этот раз дней будет четыре. В день открытия нас ждут главные хиты года. Один из дней будет посвящен творчеству Примадонны. Один Софии Ротару, а заключительный Григорию Лепсу. Какой артист не мечтает о таком подарке? Мы провели предварительный кастинг на следующий год. До этого нужно, во-первых, туда расти. Вошла бы Алла Борисовна, София Ротару, Лепс. Вот они бы вошли. И чем закончится этот день Артика Явина? Как чем? Фееричным салютом. Автопати у нас было бы круче, чем фестиваль. Это по-любому. Мы просто мастеры спорта по автопати. Я надеюсь. Ну, я сделаю все для этого, чтобы мы дожили до этого дня. А вот король нашей эстрады Филипп Киркоров в кастинге участвовать отказался. И не потому, что боится, а просто на его хиты нужно выделять минимум неделю. Ну, давайте доживем до такого дня. Когда-нибудь, если он случится, тогда и будем решать проблемы в их поступательном порядке. Это не проблема, а фантазировать на тему, что выбрать из 30-летнего репертуара Филиппа Киркоров. Я думаю, что есть чем поживиться. А вот Джиган на подобные мероприятия приходит не просто так, а явно присмотреть себе певицу для дальнейшего творчества. Но даже тут, как и в Диетах, у Дениса строгий пищевой отбор. Ну, она артистка, а не музыкант. Я пишу только с музыкантами. Я просто не записываю песни с артистами, ну, с фриками или еще такого рода, такого плана. Оля фрик. Конечно, она фрик, а кто она? А сможешь ей так в глаза сказать, Оля, ты фрик? Да, она сама знает, что она фрик. Что бы ни говорил про Олю Джиган, его фанатки голыми на сцену пока не выбегали. А вот Бузовский поклонник отличился. Прямо во время выступления к ее ногам кинулся голый мужчина с букетом цветов. Но Бузова уже ничем не напугать. В «Доме-2» и не такое бывало. Вы знаете, уже столько со мной всего на сцене было. Я и резалась браслетом. Вот у меня, кстати, до сих пор шрам. И он мне будет на всю жизнь. Я и падала в обморок на сцене ледового. Поэтому я все-таки надеюсь, что охрана будет хорошо выполнять свою роль. Ну вот и все. Вы узнали все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса по итогам недели. Хотите добавки? Тогда смотрите «Жару» каждый день. Заходите в социальные сети. Внизу экрана видите наши аккаунты. Там найдете много чего интересного. Ну и последнее. Помните, что с вами был я, Слава Никитин. И «Точка. Ньюз». «Точка. Ньюз».